Баскетбольный клуб Барнаул Олег Анатольевич, друзья, рад вас видеть Здравствуйте Ну что, Виталий Викторович, с вашего позволения мы познакомимся с Олегом Анатольевичем Да, уже, я думаю, любители баскетбола у нас в Алтайском крае Про вас уже многое что начитали, посмотрели И, я думаю, ждут вашего дебюта на паркете «Спорткомнатной Победы» Расскажите про свою игровую карьеру баскетболиста Потому что вас считали одним из самых продуктивных игроков Казахстана Да, я сам родился в Казахстане Всю жизнь, все свои юношеские, детские годы прожил в городе Тарас Город Джамбул, ныне называется Тарас Баскетбольную карьеру с третьего класса начал Часто бывает у детей именно в секции, в школьной секции И пошло последовательно до СССР, сборная города, сборная области, попадание в сборную Казахстана То есть прошли все ступени, да? Да, все ступени, и получилось так, что 10 класс уже заканчивал в городе Алматы в спортивном интернате И по окончании интерната поступил в Казахский институт физической культуры А почему именно баскетбол? Часто бывает, что там просто папа куда-то провел, либо может быть кумир у вас какой-то был Или может быть выбора не было и только путь на баскетбол был? А так получилось, все ребята пошли записываться на секцию, и я пошел с ними, и как-то вот так вот осталось Многие поуходили потом, а я до сих пор А когда настало время закончить карьеру игрока, вы перешли на тренерскую карьеру Почему не закончили с баскетболом вообще и решили продолжать по тренерской деятельности? Ну вот как-то нравится мне это дело, и для себя решил, что лучше заниматься тем, что ты любишь Что тебе нравится больше всего делать, и поэтому связал свою жизнь именно с баскетболом Ваш первый клуб был Тобол, именно в роли главного тренера Каким был первый сезон? Первый сезон был, результаты были очень успешные, так скажем, потому что по ходу плей-оффа мы выбили из чемпионата команду бессменного лидера, бессменного чемпиона на тот момент девятикратного подряд чемпиона Казахстана Мы выбили команду Астаны в полуфинале и вышли в финал Ну в финале проиграли, правда, не хватило немножко нам опыта, мне как тренеру, ребятам игрового, но все равно сезон, считаю, был успешным Уже много лет прошло с того сезона, да, а что бы вы хотели изменить, когда только-только начали быть тренером бессменного клуба? Ну, много вещей, если бы, например, сейчас дать эту команду, много вещей бы, конечно, поменял, но, к сожалению, мы не можем управлять такими вещами Италий Викторович, давайте наконец-то пообщаемся с вами, рад видеть вас наконец-то в нашей студии Вы, как никто другой, знаете, что сейчас творится в баскетбольном клубе «Барнаул» О атмосфере в команде, как настрой на предстоящий сезон и чего нам ждать? Ну, спасибо, во-первых, что пригласили Хочу сказать, следующее комплектование, формирование состава буквально пару дней назад было завершено На данный момент в команде находится 15 человек Шестеро из них имеют алтайские прописки Команда молодая, команда бегущая, команда интересная Каждый по-своему игрок максимально мотивирован Это то, к чему мы стремились в этом сезоне Ввиду своей молодости могут быть, конечно, какие-то ошибки Но в плане мотивации каждый из них находится на пределе своего уровня К тренировочному процессу приступили 2 августа Тренировочный процесс проходит у нас Основа в спорткомплексе «Победа» Легкоатлетические занятия проходят на базе стадиона «Лабиринт» Плюс команда занимается в атлетическом зале В Ривере Созрел один вопрос Я вас перебью Давайте Ну, если он будет какой-то неправильным Вы мне прямо так скажите Давайте пройдем небольшую параллель У нас в крае есть одна команда Которая тоже на алтайских воспитанниках пытается делать свою игру Виды спорта разные Да, баскетбол и все остальные Но все же история более-менее похожа Алтайские воспитанники, молодой состав И уже на протяжении нескольких лет У команды, ну, так себе результаты, да, будем честно говорить Не боитесь, что у БК Барнаула, возможно, не дай бог, будет подобная ситуация? Нет, мы не боимся Принцип формирования состава Он не заключался в том, что мы будем использовать только местных игроков Мы набрали молодежи, во-первых, со всей страны Во-вторых, есть опытные игроки И в данном случае прогресс возможен, когда есть определенный симбиоз Симбиоз молодости, симбиоз опыта Симбиоз местных игроков, которые тоже по-своему талантливы Я думаю, что в нашем случае тот путь, которым мы идем Несколько отличается от того, что вы сказали Вы сказали, что опытные игроки у нас есть в составе Можно одну-две фамилии про кого речь и как шли с ними переговоры? Евгений Войтюк, у нас Максим Прощенко есть Есть Агасий Танаян Несмотря на то, что они не возрастные игроки, но они имеют большой опыт за своими плечами И сейчас, а я наблюдаю за тренировочным процессом Глядя, что происходит на паркете, они очень сильно помогают молодым ребятам Та атмосфера, которая сейчас есть в клубе Мне очень нравится Я очень доволен Как произошло подписание Олега Анатольевича? Как вышли на него и почему именно этот тренер? Какими критериями? Вы считаете это этично, рассказывать, насколько он хорош в его присутствии? Олег Анатольевич, давайте ушки заткнем Олег Анатольевич, большой специалист За этим специалистом он наблюдал не один год На тот момент, еще три года, два года назад У него было железное место работы Оттуда забрать его было невозможно Ситуация изменилась в этом году Контракт с главным тренером, который был у нас в БК Барнолу Он закончился Мы не понимали, идет тренер на повышение, не идет тренер на повышение Нужно было понять, в каком направлении нам двигаться Ну, естественно, я начал изучать, мониторить ситуацию Именно по тренерскому составу, который есть в России Кого можно было бы пригласить ТЭН, естественно, был в приоритете Переговоры были тяжелые Все было не просто так Потому что первые разговоры у нас были в мае И только в середине июля Мы смогли с Олегом Анатольевичем и его агентом договориться Я считаю, что это была первая точка Которую я могу назвать прям несомненным успехом Олег Анатольевич, с Вашей стороны как проходили переговоры Как отреагировали, когда Барнаул на Вас вышел? Ну, как Викторич сказал, что первый контакт был где-то в середине мая Ну, когда агент мне сообщил, что вот интересуется команда Барнаул На тот момент я находился в расположении клуба Саратовского автодорожника И поэтому о будущем еще не мог, как бы, в будущем не располагал Потому что не завершил еще свою работу в клубе Автодор И мы с тренерским штабом ждали, что будет дальше Ждали решения от руководства И параллельно вели переговоры с командой Барнаул Ну, и все решилось где-то в середине июля Когда уже все договорились И когда Вы только познакомились с командой Первая тренировка, первое знакомство Что Вы видели в парнях и что планируете перестраивать по схеме? И нужно ли вообще что-то перестраивать? Ну, хотелось бы вообще отдельно сказать, что команда особенная Команда особенная Даже потому, что это первый год работы мой осознанно Когда главным тренером Уже только поэтому эта команда для меня лично особенная Ну, особенная еще не только потому А потому, что ребята очень, знаете, как неограненные алмазы Очень много талантливых ребят Очень молодые и талантливые И при должной работе Если придать хорошую огранку Они должны засверкать И я не удивлюсь, если через несколько лет Кто-то из этих ребят Проявит себя в Лиге ВТБ В Евролиге Все возможно При должной работе И поэтому ребята талантливые Жаждущие побед Голодные до побед И очень приятно работать в такой обстановке По составу вы уже хотели еще кого-то подписать Или, в принципе, тем наличием игроков, которые есть сейчас, уже довольны? Или, может быть, на какую-то позицию вы хотели бы закрыть еще? Нет, мы уже закончили комплектование практически на 99%, 1% оставляем Все может случиться в жизни Да, поэтому, ну а так, фактически, комплектование закончилось, уже идет полномерная работа Виталий Викторович, прошлую сезону команда был очень симпатичен Да, такой мощный дебют Как болельщин говорю, было очень приятно Но все же вот про кухню можно узнать у вас пару слов Бюджет команды, какой он был, хватило ли его в прошлом сезоне И что с бюджетом на предстоящий сезон? Вот возвращаясь, я отвечу на ваш вопрос Возвращаясь к предыдущему вопросу коллегу Анатольевичу Хотел бы сказать, что не забудьте через пару лет поднять этот эфир И мы с вами посмотрим Я приду сюда и буду рассказывать, что вот эти вот ребята начинали у нас А теперь посмотрите, где они Давайте вот зафиксируемся в этой точке И сделаем это Что касается кухни Кухни, хорошее название Прошлый сезон, он был непростой Да, это был тяжелый сезон И в финансовом плане Из сезона мы вышли без долгов Что касается этого сезона Мы живем и будем развиваться в тех деньгах, которые у нас есть Тот бюджет, который согласован Из рамок мы выходить не планируем То как получится Ну посмотрим, наверное Посмотрим весной, где Где кто и как Отсутствие министра спорта повлияло как-то на новую сезон? Нет, нет, об этом можно даже не говорить Нет, на нас это абсолютно не отразилось никоим образом Даже сейчас те вопросы, которые экстренно какие-то возникают Все оперативно решается По мере возможности, конечно Но все решается Вы директор клуба И я знаком с многими директорами И вот когда прихожу на разные игры Разных видов спорта И директоров я вижу только где-то в вип-ложи И где-то там от болельщиков Когда я прихожу на игры БК Барнаула Я вижу вас на трибунах вместе с болельщиками В перерыве вы с ними общаетесь Почему вы так? А другие по-другому Почему так близко с болельщиками? Я не знаю как правильно Я не знаю у кого как это происходит У меня это так происходит Во-первых, нужно сказать, что болельщик, который есть у нас в Барнауле И я считаю, что это самый умный баскетбольный болельщик Самый понимающий, самый чувствующий нашу игру Второй момент Те люди, которые приходят к нам на баскетбол Но я две трети как минимум знаю лично Я естественно людей, которых знаю Я с ними здороваюсь, я с ними общаюсь Они могут задавать мне вопросы У половины из этих людей есть мой номер телефона И у них когда есть какие-то вопросы Они могут мне позвонить и спросить Мало того, из этого общения Всегда можно что-то почерпнуть для себя новое Всегда можно вычленить те вещи, которые ты своим глазом не видишь Но тебе на них указывают И есть адекватные вещи Есть другие вещи Ну естественно мы дифференцируем эти моменты И понимаем, что да, вот здесь вот у нас есть ошибочки И которые можно исправить Это общение на самом деле Это большой посыл для меня, для команды И для развития вперед Я люблю наших болельщиков Везде Олег Анатольевич, лично для себя Перед этим сезоном какие ставите цели? Хотелось бы, чтобы команда прогрессировала от игры к игре Чтобы ребята добавляли в качестве Это как главного тренера моя основная задача Я считаю, если мы выполним постепенно и последовательно эти задачи По улучшению качества игры игроков Тогда и в целом игра будет хорошая Хочется, чтобы игра была красивая Не будем забывать про зрителей Про очень благодарных и барнаульских болельщиков Постараемся показать красивый баскетбол Порадовать болельщика защитой и нападением Агрессией Я не буду оригинальным Если скажу, что имея в ростере 15 человек молодых Да, из 15 Что не буду оригинальным Скажу, что мы будем играть быстрый Агрессивный, скоростной баскетбол Но самое главное, чтобы этот баскетбол был умным Это основная задача моя, как главного тренера Виталий Викторович, закончим наше интервью на вас Когда первые домашние игры и что ждет болельщиков на трибуне? Первые домашние игры у нас будут 16-18 октября Мы расписание еще выложим на всех наших аккаунтах Что ждет? Это будет весело Надо прийти и посмотреть Это будет Поверьте, там будет на что посмотреть Запомним эти слова, что это будет весело На этом наше время к большому сожалению подошло к концу Болейте за баскетбольный клуб Барнаул И, конечно, приходите на игры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...